Приветствую вас, дорогие цены! Возьмите, пожалуйста, вашу кружечку, кофе, чая, шоколада, чего вы пьете, просто горячей воды. И давайте вместе возрадуемся. Сегодня день радости, день обновления, день изменения. Я приветствую всех в эфире телеканала СНЛ и также нашей интернет-общины. Если вы еще не присоединились к нашей интернет-общине, присоединяйтесь прямо сейчас. Вы спросите, как мне присоединиться к твоей интернет-общине Дом Веры, скажу очень просто. Мы встречаемся каждый день в это же время. Если кто сейчас смотрит меня со спутника на Доме Веры, Дом Веры это наша интернет-община, где разные люди из разных стран собраны. Я вижу, они из разных стран комментируют, пишут, прославляют Господа, молятся вместе. Вы можете пройти на сайт Дом Веры, вот на этот сайт, домвера.ру, и оказаться среди нас. Приветствую вас любовью Господа, благодарю Бога, благословляю вас именем Иисуса Христа. Верю, что Бог дарует вам великое будущее. Держитесь за Господа, и у вас все получится. Держитесь за Господа, и вы сможете все преодолевши устоять. Вместе мы можем многое сделать. Ну что же, драгоценные, давайте положим основания для нашего сегодняшнего урока. Мы с вами встречаемся постоянно, то есть мы здесь встречаемся и проходим уроки. Сегодня у меня вторая часть урока. Мы вчера начали говорить с темы. А если вы хотите перемен, если вы хотите увидеть реальные внешние изменения, нужно начинаться с обновления ума, с обновления внутренности. И мы положили основание к римлянам, 12 глава. И здесь написаны такие простые слова. Второй стих, римлянам, 12 глава, второй стих. Написаны потрясающие слова. Давайте прочитаем. Не сообразуйтесь с веком Сим. Не отождествляйтесь с этим веком, не отождествляйтесь с этой системой. Не отождествляйтесь, не сообразуйтесь с веком Сим. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам было можно познать, чтобы вы смогли познать, что есть воля Божия, она благая, угодная и совершенная». Посмотрите, какие четкие слова, подчеркните вот это выражение «преобразуйтесь обновлением ума вашего». Многие люди хотят преобразовываться чем угодно, только не обновлением ума. Они хотят преобразования, но они не хотят обновляться умом. Они хотят увидеть изменения, они хотят увидеть, что что-то меняется, они хотят увидеть, что у них жизнь изменилась, но их ум не хочет меняться. Они не хотят менять свое мышление и ожидают чудеса. Если изменишь мышление, все начинается с мышления, каковы мысли человека, таков и он. У жирного человека жирные мысли, у спортивного спортивные мысли, у счастливого счастливые мысли и у депрессионного депрессионные мысли. У несчастного несчастные мысли, у бедняка мысли бедняка, у успешного успешные мысли, у жизнерадостного жизнерадостные мысли, у злого злые мысли. Внутренность наша, она отображает, наша внутренняя реальность, то, из чего мы состоим, это сущность наша, которую мы несем с собой. Это наш ум, наш алгоритм, наша парадигма, наша концепция, наше мировоззрение. Если мы не обновляемся, если мы не обновляемся умом, то тогда вся наша внутренность, она, она, она плывет. Если ты не изменишься, тогда внутри, то тогда снаружи не ожидай, не нужно быть наивным и ждать чуда. Я изменюсь, все изменится, все станет по-другому, я буду другой человек, серьезно. И ты их при этом не хочешь меняться, ничего не придет в твою жизнь. Ни покой, ни мир, ни благословение. Начинается так, не сообразуйтесь с веком этим. Мы знаем, что этот мир может нам предложить, и он предлагает. Мы же хотим преобразований, и этот мир хочет уничтожения, тоже преобразования. Не сообразоваться с этим веком приводит к нас, если мы не сообразуемся, к жизни. Если же мы сообразуемся к смерти и уничтожению и погибели. Мы это знаем. Послушайте, мы хотим стремиться к совершенству, к воле Божией. Но путь к совершенству идет через обновление ума. Если ум обновляется, тогда мы можем познавать волю Божию. Если ум не обновляется, мы не способны познать волю Божию. Для человека, который приходит к Богу, все начинается с изменения мышления. Как только происходит изменение мышления, сразу же происходят перемены в жизни. Как только произойдут изменения мышления. У меня есть множество примеров. Когда одна сестра пригласила нас с Ларисой домой. И мы пришли к ней, посетили, разговаривали. И вот она на стол положила еду, все. И достает бутылочку вишневки. Как из вишни, что-то вишневка. И даже не знаю, как называется. Она говорит, это потрясающе. Я на нее смотрю и говорю, спасибо, не надо. Она говорит, вы что, это такая потрясающая вещь. Я говорю, вы знаете, а мы верующие. А она вот так стоит с этим пузырем. А она говорит, ну я тоже вроде верующая. Я говорю, ну вы верующие всего месяц. А мы верующие уже по 25 лет. И вы знаете, мы как-то не пьем. Вот верующие не пьют. И она цепенела. Внутри нее произошло откровение. Изменение мышления. И она представила весь ужас ситуации. Она пасторам предлагает квасануть. И мы вообще с Ларисой не пьем? Вообще за всю нашу христианскую жизнь мы вообще не пили. Вообще, 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 вообще. Вы знаете, и вот она стоит, и вдруг она понимает, что сейчас она на стороне дьявола, который предлагает искусить. К ней приходит осознание. Знаете, как нужно было видеть ее лицо вот с этим счастьем. Сейчас мы выпьем чуть-чуть. И вдруг она стоит, и она вдруг понимает, что же она делает-то. И вдруг она понимает, что мы христианами не называемся, мы являемся христианами. Мы являемся христианами. И для нас с алкоголем вопрос решенный. Мне многие христиане говорят, но где запрещено? Я говорю, нигде не запрещено. Но у меня вопрос. Если ты, я спрашиваю, ты владеешь алкоголем, и алкоголь владеет тобой? Он говорит, я владею алкоголем. Тогда прими решение никогда не пить. И человек стоит, и я говорю, ну давай, принимай. Если ты владеешь, если не алкоголь тобой владеет, а ты алкоголем владеешь, прими решение никогда не пить. И он отцепеневается, стоит, смотрит. Я говорю, о, ты не можешь принять решение? Серьезно? Ты не хочешь принять решение? Тогда ты мне не говоришь, что ты управляешь алкоголем. Алкоголь управляет. Ты не можешь от него отказаться. Я могу отказаться. Я знаю, что алкоголь делать с людьми. Многие начнут копаться. А где запрещено? Это всего лишь мышление. Измените ваше мышление. Измените отношения внутри. И тогда вы увидите реальные обновления в вашей жизни. Давайте откроем послание к Ефесиным. Если у вас есть Библия, пожалуйста, вместе со мной. Давайте откроем послание к Ефесиным. Я сейчас открою. Вот здесь у меня обедушки есть. После Галата найдет. Вот, Ефесиным. И прочитаем четвертую главу. С четвертой главы. И будем, ну давайте, с двадцать первого стиха. Ефесиным четвертая глава, с двадцать первого стиха. Это в Новом Завете. Надеюсь, вы нашли. Потому что вы слышали о нем. И не только о нем слышали, но в нем и научились. Так как истина в Иисусе. Двадцать второго стих. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Оставить прежний образ жизни. Который сливает в обозрительных благостях. И двадцать третьих стих. Второе. Обновиться духом ума вашего. Обновиться духом ума вашего. Обновиться. Когда мы говорим об изменении в твоей жизни. Обновление ума. Это ключевая фундаментальная вещь. Не обновленный ум. Не происходит изменения жизни. Есть образ ветхого человека. Его нужно отложить. Потом происходит обновление ума. Когда Бог работает с твоей парадигмой. Своим внутренним миром. Когда Бог работает с тобою. Когда Бог работает не только внешне. Что такое религия? Религия это когда тебя снаружи говорят. Не делай это. Не трогай это. Не прикасайся. Когда нет откровения. Но есть запретность. Ограничение. Когда тебя ограничивают. В твоих движениях. В твоих выборах. В твоих решениях. Тебе говорят. Не трогай. Не лезь. Тебя бьют. Колотят. И религия делает следующую вещь. Она из людей делает не людей верующих. А религиозных. И это огромная разница. Сейчас послушайте меня православные друзья. Быть религиозным это не значит быть верующим. Быть религиозным. Послушайте меня католики. Я религиозный. Замечательно. Религиозные люди. Они в ограничениях ходят. Они сломаются. Они традиции соблюдают. Но внутри. Они всего лишь веруют в традицию. А верующий человек. Он верует в Бога. И Бог работает с нашей внутренностью. Если ты хочешь заставить себя измениться. И ты смиряешь свою плоть. Ты религиозного. Начинаешь. Так. Я сделаю вот это. Вот это. Вот это. Послушайте. Но проблема не в том, что ты снаружи себя заставил. Проблема в том, что у тебя внутри все еще живет грех. Обновление ума. Обновление ума. Послушайте. Когда человек кается, происходит первичное изменение. И когда происходит первичное изменение, вообще покаяние начинается с откровения. Приходит познание Бога. И ты пришел к Богу. И твоя жизнь радикально меняется. Почему? Ты получил откровение. Вдруг ты понял. Есть Бог. И твоя внутренность меняется. Послушайте. Многие люди, они ждут чуда. И они говорят. Господи, пускай у меня все изменится в моей жизни, во внешнем мире. Все изменится. Они молятся за внешний мир. При этом они не молятся о внутреннем мире. Когда ты хочешь, пускай у меня деньги будут. И будет благословение. И будет успех. И дом будет. И пускай у меня будет мир со всеми. И пускай у меня будет это. И пускай это. И ты просишь, просишь, просишь. И ты ждешь чуда. Господи, пусть чудо произойдет. Пусть чудо. Как будто ты веришь в этот лотерейный билет. Послушайте. Вы сами можете преобразовать свою жизнь с Божьей помощью, когда ваша внутренность начнет изменяться. В момент изменения вашей внутренности происходит не сразу, но постепенно происходит изменение внешнего. Давайте так, когда ты поливаешь корень дерева в самую засуху, ты не сразу же увидишь, это только в мультиках сразу зеленые листья вырастают, не вырастут сразу же зеленые листья, это произойдет постепенно, не сразу. Когда происходит обновление внутренней жизни, когда происходит изменение внутреннего человека, когда происходят внутренние перемены, дорогой человечек, тогда постепенно начинает меняться внешний мир. Вы ждете чуда, начните преобразовывать свое мышление, и ваша жизнь, это будет самое величайшее из чуда. Я знаю, я знаю, я верю, я знаю, когда придет откровение. Послушайте, верой нашей мы можем получить познание. Через веру мы получаем познание. И я думаю, что это обязанность каждого человека, верующего, перед Богом познавать, в чем состоит воля Божия, благая, угодная и совершенная. Посмотрите очень внимательно, у Бога есть его решение, у Бога есть желание помочь вам, поддержать вас, благословить. Если вы набиваете себя знаниями, наполняетесь откровениями, если вы смиряете свою плоть, то тогда вы увидите, как вы утверждаетесь. Многие же, пока они до тех пор, пока они ходят, хотят знать Бога поверхностно, хотят знать Его Слово поверхностно, то вы будете неутвержденными. Сегодняшняя бич – это поверхностные христиане, неглубокие. Они не имеют в себе корня. Вам нужны фундаментальные преобразования, которые происходят в вашей жизни только благодаря обновлению ума. Только тогда, когда ваш ум обновляется, происходят радикальные изменения в вашей жизни. Не сразу, но постепенно ваша жизнь начинает изменяться. Вы хотите увидеть что-то другое? Вы хотите увидеть исцеление? Вы хотите увидеть силу? Вы хотите увидеть благодать? Вы хотите увидеть руку Божию действующую? Вы хотите увидеть, как Бог благословляет вас? Как вы переходите и становитесь благословенными? Замечательно, замечательно! Но все начинается не с провозглашения. Я богат, я счастливый, я богат, я счастливый. Это обновление ума вашего. Если бедный умом будет кричать, что он богатый, то он не только будет бедным умом, он будет выглядеть как дурак, простите меня. Будет выглядеть как безумный. Если же ты меняешь мышление, поменяв мышление, ты даже можешь слова не сказать, но ты увидишь, как твоя жизнь начнет расти, как дрожжи, подниматься выше, выше и выше. Все в ваших руках. Вернее, все в вашем уме, в вашем сердце. Изнутри, из сердца исходит все и зло, и добро. Аминь. Послушайте. Давайте откроем Иеремий 29 главу. Откройте Иеремий 29 глава, Старый Завет. Перенесем все в Старый Завет. Воля Божия. Это известный стих, по-моему, 11 стих. Ибо только я, говорит Бог, знаю, какие намерения имею вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Итак, планы Божьи о тебе хорошие, классные. Планы Божьи о тебе суперные. Бог имеет о тебе планы Божьи. И когда Бог озвучивает их, нам необходимо внутри получить убеждение. Или через обновление ума поверить в это. Теперь, многие думают... Послушайте, вот сейчас, о чем многие думают. В жизни не все так просто. Ты так веришь, ты так думаешь, ты знаешь так. И если ты так веришь, ты так думаешь, ты так знаешь, то, поверь мне, это и есть твой ум. Если ты говоришь, не все так просто, значит, что бы ты ни делал, это не просто ты сказал, я сказал, нет. Если ты так веришь, если это твое убеждение, ты знаешь, что в жизни не все так просто. Сынок, деньги трудно достаются. И ты создаешь убеждение, которое в твоей жизни доминирует. И это убеждение, оно тебя ведет по жизни. Сынок, с деньгами трудно. Когда мне кто-то говорит, в этой стране нет денег. Я всегда удивляюсь таким заявлением. Как нет денег? Нет денег в этой стране. Для народа нет денег. Я говорю, в смысле для народа нет денег? Поглянулся вокруг, машины и носятся, крутые тачки, все работает, самолеты летают. Я говорю, как нет денег? Куда они делись? Человек говорит, ну для нас здесь нет денег. Представляете, он посреди самой богатой страны мира, а он говорит, здесь нет денег. Здесь все трудно. Послушайте меня, дорогие мои. Если вы так искренне верите, что здесь нет денег и все так трудно, если вы искренне убеждены, что все так трудно и здесь нет денег, тогда это ваши парадигмы, это то, как вы живете, это ваше концепт, ваше мировоззрение, это ваше восприятие реальности, это ваш образ мышления, это ум. Если вы не обновляетесь умом, то тогда вот вы управляете своей жизнью и направляете, говорите, да, действительно, в жизни все плохо и все трудно. Что нужно сделать? Надо меняться умом. Слава Господу! Бог имеет конкретное призвание для каждого из вас. Но призвание не осуществится для вас, не совершится, пока вы будете копаться в своих мыслях, в своих обидах, в своих грехах. Если вы не начнете копаться в Библии, пока вы не будете искать волю Божию, пока вы не будете искать откровение Божие, не просто, да я знаю, что Бог все хочет, чтобы все было хорошо. Нет. Но вы будете искать благую, угодную и совершенную, тогда вам не видать ничего в вашей жизни. Вы не сможете войти в ваше полное призвание. У Бога есть к вам предложение. Бог хочет, чтобы вы достигали совершенства. Бог не создал вас несчастными, убогими, мелкими. Он создал вас великими. Теперь, вокруг нас есть люди, которые нам помогают сформировать мышление. Мышление несчастья, убогости, особенно наши родители. Они нам передают свою концепцию. Они передают нам свое мировоззрение. Они нам передают свои чувства, свои мысли. Они нас затачивают. Они нас реально затачивают на то, чтобы мы, чтобы мы, ну, с вами были, давайте так скажем, чтобы мы с вами были в состоянии, ну, как это сказать, чтобы мы с вами были в состоянии депрессии, уныния, горя, обиды. Чтобы мы были в постоянном, вот в этом капкане, давайте так скажем, капкане, в который попадает человек тогда, когда он приобретает мышление. Ваше мышление, оно вам предлагается мышление, и вы впитываете. Если вы пойдете к людям, которые, ну, давайте так скажем, которые постоянно уничижают или постоянно сопротивляются, вы будете противниками, вы будете бороться, вы будете несчастными. Если вы постоянно, давайте так скажем, с людьми, которыми вспыльчивыми, находите отношения со вспыльчивыми людьми, тогда у вас произойдет катастрофа. Послушайте меня внимательно. У Бога есть мышление, и вам, чтобы приобрести Божье мышление, необходимо познавать Писание. Да не отходит себе книга «Закон от уст своих» Иисус Навин 1.8. Входите, слушайте проповеди. Вы знаете, я каждый день проповедую, вы можете закачать все мои проповеди и слушать. Многие люди говорят, что когда слушаешь проповеди, происходит изменение внутри, происходит толчок. И я направляю вас постоянно к изменению, подталкиваю к обновлению мышления. Не просто предлагаю вам прозябать от воскресенья к воскресенью, оставаться тем же. Я бросаю вам вызов. Бросаю вам вызов в вашей жизни. Потому что меня не устраивает, что если вы, прослушав мои пять проповедей, десять проповедей, сто проповедей, останетесь прежними. Я бросаю вызов людям, чтобы через... Вот когда они слушают слово, которое я говорю, я верю, что я говорю слово Божие. Когда они верят, слушают слово Божие, то тогда в их жизни должны происходить... Я молюсь за каждую проповедь, чтобы все, что слово, которое я сею, чтобы приходило смирением. Знаете, сегодняшнее поколение людей упорные, бунтующие, сопротивляющиеся, озлобленные, родителям непокорные. Когда они борются, они предлагают свою. Я так хочу! И смотришь иногда на сегодняшнее поколение и думаешь, ужас, ужас, что творится. Когда приходит Христос в нашу жизнь и Его Слово, происходит изменение. И первый фактор – это смирение, послушание, кротость. Когда человек не борется, а когда человек возрастает в Боге и в познании. Аллилуйя! Драгоценные! Давайте дочитаем дальше. Ефесян, я начал читать, 4.23. «Обновиться духом ума вашего». Нам предлагается отложить прежний образ. 23 стих «Обновиться духом ума вашего». И 24 стих «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности, святости и истины». Святости и истины. Ефесян, 4. «Нужно одеться в нового человека». Послушайте, когда мы говорим об обновлении ума, когда приходит познание от Бога, тогда Дух Святой помогает нам все это понять. Римлянам, 8 глава, 5 стих. Давайте откроем Римлянам. Чуть-чуть назад перелесните. Откроем Римлянам. 8 глава, 5 стих. Это страница 195 в вашей Библии, возможно. Можно в Римлянам, 8 глава. И здесь написано так. «Живущие по плоти», 5 стих, «О плотском помышляют». А живущие по духу, о духовном. Другими словами, люди плотские, у них плотское мышление, земное, человеческое. А у духовных духовное мышление. Вы знаете, если ты хочешь подняться на новый уровень познания, если ты хочешь подняться на новый уровень хождения в Боге, нам необходимо отказаться от плотского мышления. Нам необходимо бороться с плотским мышлением. Нам необходимо разорвать оковы плотского мышления. Плотское мышление создает очень серьезные проблемы. Мы становимся плотскими. Когда у нас мелкие, маленькие, злобные, от плоти, от греха исходящие мысли, мы автоматически становимся плотскими. Живущие по плоти, о плотском помышляют, живущие по духу. Шестой стих. Помышления плотские, суть смерть. Помышления плотские, в конечном итоге плотские мысли, они приводят к смерти. А помышления духовные, жизнь и гармония, мир, шалом. Когда мы правильно, послушайте, послушайте, я обращаю сейчас, мысли ваши, вы хотите увидеть жизнь и мир, необходимо изменить свой ум. Для этого обновляйте свой ум, перестройте свой образ мышления согласно Слову Божьему. Думайте, как Бог думает. Живите постоянно по знаниям Божьих откровений, ищите Божьих откровений. Когда произойдет обновление вашего ума, вы будете знать, что станете успешными, к вам придет знание. Вы будете знать, что у вас все получится. Когда вы приходите к Богу, вы узнаете свое призвание в этой жизни. У вас будет успех на все 100 миллионов процентов. Вы просто это будете знать. Не просто знать о том, что вы, Бог о вас имеете. Нет, нет, нет. Внутреннее знание. Вы не получите обновление ума. От того, что вы просто сидите и размышляете. Ну, наверное, было бы хорошо, чтобы было лучше. Нет. Встреча с Иисусом, встреча с Господом, встреча с Богом. Иисус в моей жизни в центре. И мое мышление меняется. Я еще раз, еще раз обращаюсь к вам, драгоценные. У нас эфир подходит к концу. Я хочу поговорить с вами о вашем мышлении. Послушайте. Помышления плотские суть смерти. А помышления духовные жизнь и мир. Мирские помышления ведут к смерти. Плотские помышления. Не думайте о мирском. Не думайте мирским. Обложите прежний образ жизни. Если хотите иметь жизнь и мир, оставьте. Обновляйте свой ум. Знаете, когда спрашивают, а почему плотские мышления? Если прочитаете вот дальше, восьмой. Потому что плотские помышления, римлянам восьмая глава, седьмой стих. Дальше читаем. Потому что плотские помышления, суть вражда против Бога. Ваши плотские мысли враждуют с Богом. И закону Божьему не покоряются. Да и не могут покориться закону Божьему. Заканчивая эфир, я хочу сказать. Вашей жизни, ваша жизнь в ваших руках, в ваших мыслях, обновление вашего ума изменит все снаружи. Начните с глубины. Переживите отношения с Богом. Вам не нужна религиозность. Вам не нужна традиционность. А какая традиция? А что нужно делать? Пускай произойдет внутреннее изменение. Если произойдет внутреннее изменение, тогда вы снаружи увидите чудеса Божьи. Вы увидите, как действует Бог. Я молюсь за вас и благословляю именем Иисуса Христа. Отец Небесный, благослови каждого человека именем Иисуса Христа. Я говорю благословение. Я благословляю именем Иисуса Христа. Я говорю благословение на вами. Во имя Иисуса Христа. Бог да благословит тебя. Да направит ваше мышление. Да направит ваши жизни. Именем Иисуса Христа я благословляю вас. Аминь. Драгоценные. Спасибо, что сегодня были со мной. У нас наступает шаббат. Шаббат шалом, говорят в Израиле. Если вы хотите поехать со мной в Израиль, пожалуйста, поехали. И в конце последней минуты я хочу сказать вам. Пусть Бог благословит вас. Я благодарю за ваше партнерство. Ваши десятины помогают мне распространить Евангелие по всему земному шару. Я проповедую со спутников. Я проповедую через кабельные сети, через интернет. Ваше участие помогает мне распространить. Хотели бы вы, чтобы вот эта проповедь попала к людям? Если да, тогда, пожалуйста, отправьте меня. Ваши десятины помогают мне распространять Евангелие Иисуса Христа. Ваше партнерство – это нечто. Спасибо вам, драгоценные. Я очень ценю, благодарю Бога и благословляю вас. Вместе мы можем многое сделать. Еще раз спасибо за ваше доверие. Я хожу перед Господом и за всех сил стараюсь сделать все правильно. Даже если делал ошибки, я пытаюсь их исправлять и сделать правильно. Молюсь, чтобы мои мысли были в правильном направлении. И мое слово, которое я даю вам. Чтобы это было не мое слово, а Божье слово. Сегодня с вами был Максим Максимов. Ценю, люблю вас. Встретимся в воскресенье. Пока всем. Благословение. Субтитры сделал DimaTorzok